Жизнь в четырех стенах, отсутствие живого общения, еще и приближающиеся экзамены, самоизоляция и уход в онлайн стали стрессом не только для взрослых, со множеством трудностей столкнулись и дети, в первую очередь, конечно, школьники. И вот стало известно, что Министерство просвещения дало свои рекомендации, в частности, по срокам завершения учебного года в этот раз. 9 и 11 классы закончат обучение до 5 июня, 10 классы – до 30 мая. Остальные школьники уже до середины мая итоговое решение о сроках регионы могут принять на местах с учетом своей специфики. Об этом сообщил министр просвещения. Вот какие пояснения он дал программе «Диалог». Итоговые аттестации, итоговые оценки, они будут выставляться на основе текущих оценок. Мы для учащихся 4-8 классов решили не проводить в этом году всероссийские проверочные работы, как это делалось ежегодно, а проведем их в начале следующего учебного года. Тем самым проведем диагностику знаний школьников, поймем, какие у них есть пробелы в знаниях и организуем так методическую работу, чтобы эти пробелы в знаниях исключить. Подробный разговор Сергея Кравцова и Юлии Шойгу смотрите 5 мая в программе «Диалог» на нашем канале. Но с какими же сложностями столкнулись школьники в этом году в связи с коронавирусом и ограничительными мерами? В первую очередь оперативно пришлось переходить на дистанционное обучение. Но оказалось, что у многих ребят, особенно в глубинке, элементарно нет компьютеров. И вот чтобы помочь детям организовать процесс обучения, Агентство стратегических инициатив совместно с Министерством просвещения и Единой России запустило акцию «Помоги учиться дома». Она уже работает, и даже можно подвести первые промежуточные итоги. Самое главное, более 200 тысяч школьников получили устройство для домашнего обучения. 66 тысяч из них – это дети из многодетных и малообеспеченных семей. Стать участником программы может любой житель страны или организация, готовый безвозмездно поделиться новой или использованной компьютерной техникой с нуждающимися семьями, а также помочь в ее распространении. И надеемся на включение в эту программу, безусловно, крупного бизнеса, партнеров Агентства стратегических инициатив, потому что только вместе мы сможем справиться с задачей помощи, поддержки наших детей в нашей стране, в каждом регионе, в каждом городе, чтобы образовательный процесс для них прошел интересно, и они могли получить те знания, которые сегодня дает школа, и которые, возможно, будут благодаря каждому из вас реализованы. Изначально, когда запускали эту акцию, во внимание брали только потребности школьников. Опросы показывали, что около 1 миллиона детей нуждаются в технике. Но потом это число увеличилось, и появилась еще одна проблема. Девайсы для дистанционного обучения есть не у всех учителей. И, конечно же, им тоже нужно помочь. К этому дню более 19 тысяч педагогов получили необходимую технику. Вот какова география акции. Больше всего девайсов передано школьникам Чеченской республики. Свыше 70 тысяч. На втором месте Башкортостан. Почти 30 тысяч ребят там получили технику. Около 18 тысяч компьютеров и ноутбуков отдали детям в Алтайском крае. Более 13,5 тысяч в Дагестане. Как же все это происходит? Давайте посмотрим. Десятилетней Кате Морозовой из деревни Мякишево приходилось делать уроки в телефоне. И это, конечно, никуда не годится. Возможность учиться должна быть у каждого, абсолютно каждого ребенка. Так решили организаторы акции «Помоги учиться дома», которая буквально захватила всю страну. Каждый день к акции присоединяются новые регионы. Вот и Катя Морозова благодаря этой акции теперь может полноценно заниматься. Доставай, смотри. Тяжелый. Давайте. Поплодируем Катю Морозову. Это подойдет тебе для дистанционного обучения? Да. В волонтерских центрах по всей стране кипит работа. Тысячи компьютеров и ноутбуков отправляются к новым юным пользователям. Волонтеры акции «Помоги учиться дома» добираются даже в самые удаленные уголки страны. Если там есть дети, которым нужна техника для знаний. Наш волонтерский центр прямо на дом доставляет, им надо помогать с настройкой оборудования, чтобы дети не прерывались от учебного процесса. Танцы, физкультура, да хоть пение. Современные компьютеры и ноутбуки позволяют обеспечить почти полноценный и разнообразный образовательный процесс. Если мы, взрослые, создадим для этого все условия. Ведь дистанционное обучение точно не повод дистанцироваться от детских проблем. Что же дальше? Нужна ли еще помощь? Да, в стране еще есть школьники, которым нужны компьютеры. Поэтому, если вы хотите принять участие, оставляйте заявку на официальном сайте помогиучицедома.рф. Необходимо указать свой регион, выбрать меры поддержки, которые вы готовы оказать. Это может быть предоставление оборудования, его доставка, либо подключение к интернету, настройка. Какую именно технику можно передавать? Это стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты. И также, если вы, наоборот, нуждаетесь в оборудовании, то необходимо сообщить об этом в вашу школу. Данные из учебных заведений поступают в Министерство просвещения, а оттуда уже передаются в штаб акции. Задача выглядит сложной, а может быть, для кого-то она покажется неподъемной. Но у меня нет никаких сомнений, что вместе с Министерством просвещения, вместе с Агентством стратегических инициатив, вместе с нашей разветвленной сетью региональных отделений, нашими депутатами, которые в том числе, коллеги, представляют бизнес-сообщество, и в том числе представляют и интегрированные структуры, вертикально интегрированные структуры. Мы сможем эту задачу вместе решить. И решить ее не только в контексте текущего учебного года, но сделать так, чтобы и на последующее время обучения эта техника осталась у ребят, работала, приносила пользу. Но тут надо признать, такой почти мгновенный из-за коронавируса переход на длительное дистанционное обучение выявил множество самых разных проблем, помимо технических. Опросы учителей показали, что далеко не все из них готовы работать в онлайне. Вот 74% педагогов признались, что с переходом на удаленку их рабочая нагрузка значительно возросла. Почти половина опрошенных, 47%, говорят, что им нужна помощь, чтобы вести обучение эффективно. Четверть конкретно заявили, навыков в части цифровых технологий не хватает. И тут нет смысла никого осуждать. Такова реальность. Далеко не все преподаватели и не везде умеют общаться с компьютером на должном уровне. В помощь учителям был придуман проект под названием «Волонтеры просвещения». В его реализации участвуют студенты и магистранты педагогических вузов. Подходы самые разные. Так, сотрудники Новосибирского педагогического университета создали онлайн-курс по дистанционному обучению для учителей. Студенты старших курсов проводят индивидуальные консультации по применению дистанционных технологий. Волонтеры университета набережных Челнов разработали методические рекомендации для успешной трансформации учебных дисциплин в цифровую среду. Это масштабный проект. Здесь подключились педагогические вузы, студенты старших курсов педагогических вузов, которые высказали желание помочь учителям в организации их работы в том числе компьютерной техники, с новыми информационными ресурсами, с платформой цифровой. И эта акция достаточно масштабная. Но теперь не только о России, о мире. Переход в онлайн – серьезные испытания не только для российской системы образования. Более 170 стран перешли на дистанционный формат обучения. И каждая из них столкнулась с проблемами, решения которых правительство ищет до сих пор. Хромает организация учебного процесса, нервничают родители. Даже Япония, признанный лидер в области цифровизации, оказалась не готова. Почти 80% местных органов власти заявили, что они не использовали ранние платформы для дистанционного обучения. Но тут есть и положительные моменты. Вся эта ситуация показала цифровые пробелы в образовании, которые общими усилиями мы сможем заполнить. Да, вероятно, обучение ждут перемены. Но перемены эти с заделом на будущее. И, конечно, еще один важный урок дистанционного образования в целом – и акции «Помоги учиться дома в частности». Россияне готовы отдавать, чтобы помогать и поддерживать друг друга.